Обычный дворик на Молдаванке. Тихий, спокойный, уютный, с максимальной застройкой в два этажа. Но несколько дней назад здесь едва не произошла настоящая трагедия. На волосок от смерти оказалась целая семья. И спасение пришло неожиданно. Оно прибыло в образе трех полицейских, которые патрулировали высокий переулок и заметили дым. Они первыми подняли тревогу и начали эвакуировать людей. События той ночи остались на кадрах нагрудных камер патрульных. Трое полицейских, увидев дым, ринулись к горящему дому. Чтобы проверить, есть ли кто внутри, пришлось выбивать двери и огнетушителям прокладывать себе путь сквозь пламя. Стой, 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 давай! Есть кто дома? Люди! Как увидели полемья, было принято решение взять вогнегасник из служебного автомобиля и самостоятельно ликвидировать, пока едет пожарная бригада. В доме оказалась семья из трех человек. Все спали и, если б не патрульные, то люди могли угореть. Как только жильцы покинули дом, патрульные вызвали. Скору и пожарных спасателей полностью потушили пожар за полчаса. Благо, пламя не успело перекинуться на соседние квартиры. Сейчас место ЧП выглядит вот так. Сквозь разбитые окна виднеются почерневшие стены, обгоревшие вещи. На кухне остатки холодильника и оплавленная плита. Местные не под запись говорят, что не удивлены такому исходу и намекают, что семья злоупотребляет горькой. Хозяина квартиры мы нашли на месте. Мужчина во всем винит старую проводку и бездействующий ЖЭК. Замкнула старая проводка, о которой я уже сто раз говорил уже. Она замкнула. Загорелась так, вот моя голова, еле выскользну с кухни. Она полыхнула, кухня полыхнула. Она выглядела, сами видите. Куда нам идти? У меня это все, что осталось. У меня жена осталась, два сына и все. Все, что у меня есть. Владимир полицейских благодарит. Говорит, услышали стук и стали вылезать на улицу через окно. А вот соседи благодарят не только патрульных и спасателей, но и судьбу. Их жилье примыкает к горевшей квартире вплотную, но нисколько не пострадало. В соседней семье первая забила тревогу дочь. Она услышала крики полицейских. Когда она забежала, я подумала, что ей приснился страшный сон. Но когда я вышла на кухню, это был не сон. Горело уже очень сильно. И ребята полицейские, огромное им спасибо, которые заметили. Они уже стучали всем соседям в окна и кричали, выходите, пожар. Нас всех вывели. Мы успели выйти. Муж мой буквально в неглиже, в тапочках выгнал машину, потому что она здесь стоит, успел. Прошло более получаса, прежде чем люди вернулись в свои квартиры. Девушка говорит, что страха той ночью не было. Только сейчас боязно ложится спать. Утешает творчество. Своим неизвестным спасителям поэтесса посвятила такие строки. Не знаю ваших всех имен. Мы без царапин, без ушибов. Дракон огня был побежден. За что огромное всем вам спасибо. К слову, этот рыжий кот по кличке Тигр – самый непосредственный участник истории спасения. К счастью, усатого его вовремя нашел кто-то из пожарных и вынес из огня. Сейчас Тигр отмывается от сажи и, похоже, как и его хозяева, пытается привыкнуть жить в наполовину уничтоженном доме.